Меня зовут Марьяна Вишемирская, я до войны жила в Донецке в военном, в Макеевке вернее. Потом я познакомилась со своим мужем и мы решили как бы вместе жить, пожениться. И я собственно так попала в Мариуполь в 20-м году перед самым карантином, как закрылись границы на карантин. Мы вообще большинство думали, что ничего особо страшного, ну будет что-то, но что мы это все переживем. Но в итоге, когда начали масштабы нарастать, то конечно уже люди начали паниковать, уже выехать. Невозможно, не выпускали. Друг мужа, у него жена пыталась выехать, она под Запорожьем взорвалась на миню. 2 марта отключили воду, отключили электричество, полностью обесточили. Был газ еще пару дней, наверное, не знаю. И в итоге потом и газ пропал, ну ничего совершенно нет. 6 числа мы уже решили, что нужно идти, потому что у меня уже, ну вот уже вот-вот, я на сносях. И мы пришли в роддом и нас приняли, нам не отказали, мы пришли в третий роддом. Поскольку больше идти было некуда. Второй не принимает, а первый роддом, это было самое современное у них оборудование. Сперва им пришли, сказал персонал, что их здесь никто как бы не держит, можете домой, кому надо идти. А потом чуть позже пришли и сказали, что их не то чтобы не держат, им нужно выселяться. Но они мотивировали это тем, что сейчас зайдут сюда военные, им нужно здесь обосноваться, поскольку здесь солнечные батареи есть. Переселили рожениц в другую, оставшуюся единственную, в оставшийся единственный роддом. У них только маленький генератор, который работает исключительно на ИВЛ аппараты детям. Ребята, которые мужья роженицы беременных, они оставались в подвале жить. А на улице была полевая кухня, которая обоснована была этими же парнями. Они из домов люди выносили, что могли дать нам, ну им для того, чтобы они готовили. Там был чайник у них, был такой как бочонок металлический, в котором они кипяток грели и прочее. Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили, дайте еды. А им говорят, ну а какой же еды, ну это все для беременных. Они говорят, мы 5 дней ничего не ели. И они забрали нашу еду, которую они говорят, ну приготовите еще. Когда произошел взрыв, все было спокойно, это было 9 марта, никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. И потом 9 марта мы сидели, обсуждали поконок малюка, вот что там внутри, и мы услышали, как прогремел снаряд. Потом я лично накинула на себя одеяло инстинктивно, вот и услышали второй снаряд. Мне частично попали стекла, немножечко рассекли нос под губой и вверху. Но это было незначительно, то есть вверху было более рассечено, и оно текло как бы на глаза, вот, на щеку. Уже второй взрыв прогремел, мы, то мы вышли, нас эвакуировали в подвал. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Сказали, что авианалета не было, то есть подтвердилось наше мнение, что мы не слышали. Они тоже не слышали, они сказали, что это прилетел снаряд. После того, как прозвучали эти два взрыва, тоже не было больше никаких взрывов. А мы посидели буквально там 5-10 минут, продолжение не последовало. Пришли военные, сказали, что готовы эвакуировать. Я выходила последняя, потому что мне сказали, ничего зашивать не нужно, у тебя сейчас чуть-чуть пройдет кровь, не глубоко, и перестанет. Я стояла 15 минут и рассматривала территорию вокруг, ну, как бы, одним глазом рассматривала это, так сказано, и посмотрела на окна. А потом я поворачиваюсь, смотрю, стоит военный в каске, я его рассматриваю, а потом у него что-то в руках и такое пушистое, я поняла, что он снимает. Я его попросила, чтобы он меня не снимал, потому что, ну, как бы, у меня сейчас не до этого, я не хочу нигде светиться, ну, зачем оно мне надо, это, как бы, не время. Вот, и он мне сказал, хорошо, он отошел. И когда мы выходили, на первом этаже, опять-таки, стоял репортер, тот же самый, и он начал меня снимать. Уже ребята в этот раз начали говорить, что не снимайте, он начал игнорировать, они ему снова повторили, и он, как бы, ушел. У меня муж, как бы, рассматривал их лучше, потому что они пришли на следующий день. Вот, он говорил Associated Press. Они говорили на русском, у них были каски, у них было что-то написано, но я, честно говоря, даже не читала, но муж прочитал, потому что он на второй день уже был со мной. Они появились сразу, потому что те фото, которые я увидела, когда я уже попала в спокойную ситуацию, вот, и я поняла, что вообще происходит, сказали, что я на кушетке, там, с одеялом лежу, в другой одежде. Это была не я, это была девочка, которая погибла. Ее выносили первой, потому что она в самом тяжелом состоянии была, ее и ребенка не спасли. Просто, она, ее довезли до больницы, но не выжила ни она, ни ребенок. Там приходил муж, он просто на коленях плакал. Вот, ну, у человека не осталось, семьи вообще ничего. И это была эта девочка, это была не я, меня не переодевали, меня не гримировали. Вот, и потом, значит, они были, как бы, я так полагаю, сразу, то есть, потому что, ну, нам 2-3 минуты спуститься в подвал, и еще, допустим, как бы мы там 10 минут посидели, то есть, это 12 минут, вот, и ее уже понесли первую на носилках, ее вот друзили на носилке, и, как бы, ее уже там пофотографировали, получается, в это время от меня. То есть, они, как бы, находились там, я так полагаю. Вот, и нас повезли на 17-й микрорайон в больницу. Они пришли, когда меня прокисарили, уже на следующий день они пришли, и я их увидела, я мужу говорю, это те, которые меня фотографировали, потому что это были те же ребята. Они мне задали вопрос, скажите, когда, что, как? Я сказала, тогда-то, тогда-то авианалет был или не было, они спросили, я говорю, не было, никто не слышал вообще, даже те, кто находились на улице. И я когда, вот, я же говорю, вот сейчас вот буквально попала в условия благоприятные, и я зашла в интернет, я начала искать в первую очередь эти все интервью, и я нашла кучу всего, но этого интервью мне не удалось найти. Было оно, либо не было, хотя остальное почему-то я нашла, этого я не нашла. Итак, как и обещала, даю комментарий по поводу случившегося. Значит, первое, что хочу сказать, не путайте, первый роддом, который перинатальный центр, находится на окраине Мариуполя, его в конце февраля заняли военные. То есть они попросили всех рожениц, кому нужно, те, чтобы отправлялись домой, вот, остальных перевели в третий роддом, третий роддом, в котором я находилась 6 марта по 9 марта включительно, то есть он функционировал. В нем находился персонал, в нем находились беременные и роженицы. И уже 9 марта, как бы, случилось то, что случилось, как это произошло, непонятно. То есть авианалета точно не было. Мы потом обсуждали эту тему, никто его не слышал. Беременные и роженицы у нас находились на первых, вторых этажах и в подвале часть. Кому было особо страшно находиться в палатах, те жили в подвале. Затем нас после происшествия эвакуировали в подвал. И из подвала буквально через 5 минут начали уже эвакуировать на выезд сперва раненых, затем рожениц с детками, следом беременных и в последнюю очередь мирных жителей обычных. То есть у нас из окрестных домов люди приходили, сидели у нас в подвале также, то есть те, кто боялся сидеть дома. Я эвакуировалась, одна из последних, потому что у меня как бы ранения никаких особых не было, то есть у меня было чуть-чуть рассечение вверху. И поэтому я пропустила перед собой всех остальных девочек, кто паниковал сильно, чтобы они уезжали на выезд. Сама потом вышла на улицу, и я вышла на улицу и просила полицию, чтобы они поднялись со мной на второй этаж, в мою палату, в которой я находилась, чтобы забрать вещи. У меня там остались документы, детские вещи, и это было необходимо забрать с собой, потому что больше этого нигде не возьмешь. Родится ребенок, и во что я буду его одевать, чем я буду за ним ухаживать. И поэтому я еще минут 30, наверное, провела под роддомом. Собственно, там меня и фотографировали. Меня фотографировали в самую последнюю очередь, когда я увидела, что репортер Associated Press делает фото, я его попросила, чтобы он этого не делал, потому что мне это не нужно, я не хочу. На что он ответил, да, да, хорошо. Но в итоге, когда я уже дождалась парня полицейского, который согласился сходить со мной на второй этаж за моими вещами, то когда мы спускали, при этом уже ребята полицейские в СУ сделали ему замечание, чтобы он не снимал, тем не менее, он их сперва проигнорировал, а потом, когда мы уже спустились подниже, то он уже ушел. И как бы никакого согласия на фото и на публикацию, тем более, я не давала. То есть, они опубликовали это все по своей нице, а тебе по собственной. Затем уже, когда мы эвакуировались в больницу на 17-м микрорайоне, то есть, это не роддом, это обычная больница. И на следующий день я уже родила малышку, и они пришли еще через день, 11-го марта, попросили у меня интервью, на что я им ответила, что я аполитична и никакого интервью давать не хочу. Они мне сказали, мы тоже аполитичны, но мы опубликовали ваше фото в интернете, и теперь началась как бы информационная атака в силу. Поэтому, исходя из сложившейся ситуации, в которой они меня, скажем так, выляпали, потому что я никакого согласия не давала на публикацию своих фото. И прокомментировать теперь ситуацию я должна была, поскольку ситуация считалась фейковой, что в роддоме никого не было. И я прокомментировала, что в роддоме были роженицы и беременные. А потом они у меня еще спросили, был ли авианалет. Я ответила, что авианалета никто не слышал, то есть, прогремеют удары. По сути, никаких сопутствующих звуков не было ни до, ни после этих ударов. Им, видимо, не совсем подошла эта информация, они ее вырезали. То есть, они вырезали абсолютно все, кроме того, что когда это произошло и что мы были в роддоме. Вот. И, собственно, никакого интервью больше ни у кого не бралось, никаких комментариев, ничего. и из-за вот такого вот бездействия, скажем так, вот получилось. И вот из-за такого бездействия получилась вот такая вот неразбериха. По поводу того, что я не выходила на связь, не отвечала, никак не комментировала ситуацию, извините, как мне ее комментировать и как мне выйти на связь, если у нас со 2 марта пропало полностью электроснабжение, подоснабжение, все остальные блага цивилизации и также сеть в том числе пропала. То есть у нас не было связи никакой. Если можно было еще как-то там на минуточку постараться кому-то дозвониться, и то это практически нереально было сделать, то выйти в сеть и прокомментировать как-то ситуацию это вообще нереально, потому что интернет не ловил совсем от слова вообще. И когда мы уже эвакуировались, то там тоже сети не было. То есть там вообще даже на минуточку позвонить не получалось. Не то чтобы опять-таки выйти в сеть. И самый популярный вопрос по поводу гуманитарной помощи. Я не получала никакой гуманитарки за пределами больницы. То есть я была в больнице с ребенком, с кесаревосечением. мне было не до выходов из больницы, это явно. Поэтому гуманитарку мы получали именно на больницу, не лично каждому. И это была гуманитарная помощь от военных, это сухопайки были их. И также нам готовили на кухне в больнице. То есть ребята, мужья ходили домой, что-то пытались оттуда достать. кто мог пойти домой, где было спокойно более-менее. И собственно нам это готовили и мы это ели. Никакой гуманитарной помощи в моем состоянии я не могла ходить, искать. Поэтому это все глупости. Это неправда. Это произошло 9-го числа в 3-й больнице Мариуполь. Мы лежали в палатах, у нас вылетали стекла. Окна, рамы и все ненесущие стены. Мы не знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. А потом турнир Вот тот случай. Есть лиц и я в том.